Привет, с вами Вилсаком, и сегодня мы посмотрим на новый классный MacBook Pro Retina 13-дюймовый версии, который был представлен только что. Откроем коробку и узнаем, чем же этот компьютер такой классный. Поехали! Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Первое, что нам с вами предстоит сделать, это разорвать вот этот вот самый, вот так мы это сделаем, замечательный целлофан и упаковку. Смотрим, что же это за MacBook Pro и чем эта версия так хороша. Во-первых, это компьютер с 2.5 ГГц Core i5, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш, ретинный экран, FaceTime, камера HD. В общем, все самое новое, все самое классное от компании Apple. Видите, достаточно толстая коробка, мне кажется, даже больше, чем было раньше. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что в данном случае это гонконгская версия, поэтому там толстая вилка. Сейчас открываем, и, как всегда, компьютер лежит сверху, мы его можем вот так красиво достать. Вы знаете, а, все-таки я не той стороной повернул. Фишка в том, что у компьютера, у MacBook Pro Retina 13, нету такого прям безумного вауэффекта, как был у 15-дюймовой версии, просто потому, что он такой же, ну, достаточно тонкий. Мы сравнивали его с MacBook Air 13-дюймовой версией, к сожалению, я показать это не смогу, но, тем не менее, он, конечно же, очень тонкий, сейчас мы об этом отдельно поговорим. Но какого-то прям, вот, вот, прям, когда его достаешь, супер-пупер эффекта не происходит, по крайней мере, для тех, кто уже видел 15-дюймовую версию. Кроме всего прочего, в комплекте вы найдете длинный шнур, как я и говорил, видите, английская версия, розетка, хотя это гонконгский аппарат. И, конечно же, сколько здесь, 60-ваттный, кстати, блок питания с MagSafe 2 на конце, вот он, для зарядки. Ну, и, конечно же, как всегда, специальный кармашек от Apple, где вы найдете Hello, приветствие, замечательное маленькое руководство, гарантию, наклеечки и совершенно потрясающую тряпочку. Я ей протираю все свои Apple-устройства, у нее там где-то на задней части есть яблочко, очень классная штука. Ее я, пожалуй, Apple Jesus'у не верну, оставлю себе, потому что это классно. Ну что ж, остается нам включить компьютер и посмотреть, что же в нем такого замечательного, чем MacBook Pro 13 будет цеплять вас и всех остальных покупателей по всему миру. Давайте расскажу, какие разъемы есть в этом MacBook Pro Retina 13. Они, собственно, похожи в этом плане на 15-дюймовую версию. Пойдем слева направо. Зарядка, MagSafe 2, о которой я уже говорил, два Thunderbolt порта, безусловно, профессиональная функция, я, например, знаю, чем бы я их занял. Совмещенный USB 2.3 порт, вход для наушников и два микрофона для хорошей работы Voice Dictation. К сожалению, на русском языке этой функции пока нет. Ждем, может быть, Siri придет на Mountain Lion, было бы очень круто. С другой стороны, еще один USB 2.3 совмещенный порт, HDMI выход и слот для SD карточек. И, опять же, нету DVD-привода, как у 15-дюймовой версии и как у MacBook Pro Air. К сожалению, DVD-приводы уходят в небытие. Что касается дизайна устройства, его толщины, это 15-дюймовая версия обычного MacBook Pro. Вы видите, насколько он тоньше. И, несмотря на то, что это 15-дюймовый, пускай вас это не смущает, 13-дюймовый будет примерно такой же по толщине. Весит MacBook Pro Retina 13-дюймовой версии всего 1,6 кг. И, вы знаете, опять же, если брать его в одну руку с MacBook Air, допустим, взвешивать, как это многие делают, получается, что они не так уж и сильно отличаются. По крайней мере, нету какого-то прям колоссального отличия между тем, когда вы держите MacBook Pro Retina 13 и MacBook Air 13. Что нельзя сказать, конечно же, о MacBook Pro обычном, который прямо-таки тянет к земле. И, конечно же, мы с вами говорим о том, что 13-дюймовый Retina это самый легкий MacBook Pro, который когда-либо делала компания Apple. Наверное, даже не стоит говорить о том, что по дизайну, по всем основным характеристикам, это все тот же MacBook Pro, который мы любим. И модель унаследовала все то, что есть классного в MacBook Pro семействе. Это единый шарнир, петли никогда не сломаются. Если вы не знаете, у MacBook Air первых версий были как раз пластиковые петли, которые очень быстро приходили в негодность. Компания усвоила этот урок, а больше такого нет. Воздух идет отсюда, забор воздуха. Выдав, видите, здесь специальные такие ребра. На самой крышке нету никаких отверстий, поэтому компьютер без проблем будет работать на диване. На коленях можно, но он очень горячий, поэтому я этого бы вам не советовал. Ну что ж, вдоволь насмотрелись на то, как классно эта штука выглядит. На самом деле, вау-фактор очень большой. Я просто уже много смотрел в своей жизни и пользовался MacBook'ами, поэтому дизайн остается очень привлекательным. И, кстати, вы знаете, здесь один момент. MacBook'и остаются такими, какими мы их знаем уже много лет, и ни у кого не возникает проблемы из-за того, что дизайн сильно не меняется. В то время как над iPhone'ом, который не сильно изменился, ну, каждый хочет высказать свое мнение, что это неправильно, это не так. Пишите в комментариях, нравится ли вам дизайн MacBook'ов, и что бы вы хотели увидеть нового, может быть, в конструкции. Я вижу, что это не так нужно, потому что не каждый компьютер вы можете без проблем открыть одной рукой, и давайте смотреть, что у него есть внутри, и как он работает, а самое важное, Retina-дисплей. Но все это лирика, конечно. Вас интересует, что там с экраном. Экран совершенно чумовый, 2560 на 1600 пикселей. Однако я вас отсылаю к обзору MacBook'а Retina 15, если вы хотите узнать что-то конкретное об экране, имя там, и мы упели дифирамбы. Здесь скажу, что, как вы видите, Mission Control подтормаживает на встроенной графике Intel 4000 HD. Ровно такая же ситуация на Retina 15 не тянет, к сожалению, встроенная графика. Такое разрешение, к слову, вы можете масштабировать его, как вам больше нравится, как вам будет комфортнее работать, от большого до маленького. В максимальном разрешении, вы видите, весь сайт Apple помещается в левом верхнем углу, кому как. И сейчас давайте проведем тест, который меня всегда волновал. Это скорость загрузки компьютера, сравним с моим старичком 2011 года. На него я установил кастомный SSD диск. И как я это сделал, смотрите на канале, если вас это интересует. И я вообще считаю, что SSD это однозначная покупка номер один в апгрейде компьютеров. Он абсолютно по-другому позволяет взглянуть на производительность. И что такое производительность. Ожидаемо быстрее загрузилась Retina, но не потому, что у нее может быть быстрее диск, а просто на ней меньше программ, скажем так. И новая система есть новая система. Я проверил скорость чтения и записи дисков на Blackmagic Speed Test. И вы знаете, мне понравилось, какие цифры показывает Retina. Однако мой диск не сильно уступал в чтении, конечно же, проигрывая в записи, к сожалению. Ну и неплохо справился. А послушайте, какой замечательный звук выдает MacBook Pro Retina 13. Причем он намного лучше, чем у 15-дюймовой версии обычной. Честно говоря, не помню, как это было у обычного MacBook Pro. Вернее, тоже 13-дюймовой версии. Это Full HD. На полной громкости. Впечатляет. Давайте поговорим о профессиональных функциях. Можно без устали молвить о том, что MacBook Pro Retina 13 быстрый, красивый. Но что касается тех функций, за что люди платят. Конечно же, Retina экран. Я настроил Final Cut Pro 10 так, как я его использую. Здесь у нас эффекты, инспектор, окно видео, медиатека и таймлайн. Собственно, все, что вы должны использовать на Final Cut Pro в своей работе. И сравним это с тем, как это выглядит на 15-дюймовой версии. Самое печальное, что видео в данном случае помещается всего 27% от его настоящего разрешения. Это 1080p, в то время как на MacBook Pro Retina 13 вы видите 90%. Представляете, в три раза практически разница, если я ничего не путаю. Конечно же, это позволяет вам лучше контролировать то, что происходит на экране, разрешение. Но, в общем, это действительно профессиональная штука. С другой стороны, здесь нет дискретной графики. И именно поэтому, к сожалению, у вас будет рендериться видео не так быстро, как на 15-дюймовых версиях. Но я остаюсь при своем мнении, это ультимейт решение для фотографов. Потому что, если вы работаете и обрабатываете фотографию, то, конечно же, это будет совершенно потрясающая картинка и по цветопередаче, и по насыщенности. Опять же, вы можете сравнить, как это выглядит с 15-дюймовой версией. Здесь, наверное, будет не очень удачно в плане цветопередачи, потому что и так, и так видно, наверное, не очень хорошо. Но я сейчас вижу, что моя старая 11-я пятнашка просто блекнет на фоне того, что показывает вот этот очень и очень красивый дисплей. Не врали в Apple, когда говорили, что, как всегда, улучшена и цветопередача, и контрастность, и насыщенность, и все остальные аспекты экрана. Давайте протестируем оба компьютера в Geekbench, кроссплатформенном бенчмарке, который доступен в том числе и для Windows, и для мобильных платформ. А пока оба компьютера заканчивают тест, они, кстати, были перезагружены для того, чтобы максимальную производительность свою показать. Я расскажу кое-что о MacBook Pro Retina в сравнении с MacBook Air. Наверное, это очень важный вопрос, который у многих будет возникать. Как же сделать правильный выбор? В максимальных комплектациях на MacBook Pro Retina вы можете установить Ivy Bridge процессор Core i7 с частотой 2,9 ГГц, в то время как, насколько я помню, в Air максимально будет 2 ГГц Core i7. Соответственно, вы видите, очень большая разница. Ну, не говоря о том, что там Turbo Boost примерно одинаковый, но суть в том, что графика у них будет равна, и с точки зрения производительности графики вы, наверное, в большей степени получите даже на MacBook Air, потому что ему придется обрабатывать графическому чипу меньшее разрешение, в то время как по процессорной мощности вы, конечно же, выиграете на Retina. Здесь уж кому что. Вот такие вот цифры. 8784 на MacBook Pro моем 2011 года и 6755 – это версия MacBook Pro Retina 2012 года с 13-дюймовым экраном. Я не буду сейчас говорить сравнения, ссылочку оставлю в описании. Можете посмотреть на Geekbench, есть показатели других компьютеров, сравнить их конфигурации. Я считаю, что это очень неплохой результат, который показали оба компьютера. Ну, мой старичок уже, конечно же, возможно, немножечко сдает позиции, но все еще выглядит вполне себе свежо. И, конечно же, нужно подвести итоги. Я не буду рассказывать о том, что он работает 7 часов, я не буду говорить о том, какие у него есть еще дополнительные функции. Все это вы, конечно же, сможете узнать из технических характеристик. Я делюсь именно своим впечатлением работы на этом компьютере от того, что я увидел. Так вот, вы знаете, сегодня Retina разрешение уже не так страшно, когда вышла 15-дюймовая версия, потому что все программы, которые меня интересуют, начиная от iWriter, заканчивая TweetBot, Final Cut и, допустим, Skype, адаптированные под Retina разрешение, никаких проблем с этим не возникает. Ну и все остальные, типа Photoshop, Adobe обещал, что скоро-скоро они обновят все свои продукты под Retina и совсем станет хорошо. Не у всех так будет. И, конечно же, в первую очередь я говорю о людях, которые работают с серьезной графикой, будь то Adobe After Effects, Cinema 4D, 3D Max, ну что-то в этом роде. Конечно же, дискретной графики будет не хватать, и именно для вас существует MacBook Pro Retina 15-дюймовая версия. 13 это для тех, кто работает с фотографиями, например, Aperture, например, Lightroom, что-то в этом роде, где нужен действительно очень-очень богатый экран, но при этом производительность все-таки упирается не в графику, там нету таких нагрузок. Он обеспечит вам хорошую работу, немножко, конечно же, подтормаживает даже интерфейс Mission Control, как я показывал, но мне, опять же, кажется, что все это мелочи, с которыми можно смириться. Очень хочется, что во следующем поколении MacBook Pro Retina 13 графику подтянули, так оно и случится однозначно, но сегодня она вполне себе показывает себя неплохо, не идеально. Я не буду здесь лукавить, все как есть, вы сами все видели. Рекомендовать я его могу, в первую очередь, фотографам, людям, которые понимают, зачем им нужен очень-очень-очень богатый экран. Называю именно богатым, потому что он таким и является. Разрешение 2560 на 1600 пикселей – это очень много. И при этом они понимают, что им не нужна запредельная производительность. Мне кажется, что это как раз тот самый случай, когда ваш выбор может упасть на MacBook Pro Retina 13. И остаюсь при своем мнении, сегодняшний MacBook Pro 13 без приставки Retina, наверное, самый слабый ноутбук во всей линейке MacBook'ов. Хотя он все равно очень неплох, но если сравнивать по характеристикам, то он уступает и экранам, и общей производительностью. Поэтому очень здорово, что Apple пошла вот на такой шаг и выпустила Retina 13-дюймовые версии. А с вами был Юлицеком. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, и скоро увидимся с новыми тестами. Там у нас куча всего iPad mini, iPad 4-го поколения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok